ПЕСНЯ ПЕСНЯ Здравствуйте, 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 уважаемые друзья, поклонники великой игры хоккей. Говорит и показывает телекомпания НТМ, мы рады предложить вам трансляцию матча высшей хоккейной лиги. Ярославский локомотив вот уже во втором поединке в новом для себя чемпионате будет принимать, соответственно, второго соперника вслед за нефтяником из Альметьевска, который был повержен в понедельник двумя сутками ранее. Железнодорожники постараются сделать то же самое с командой-загадкой, именно так многие специалисты от хоккея называют нашего сегодняшнего соперника дружиной из города Волжск, республики Мариэлл под названием хоккейный клуб Ариада Акпарс. Может быть, кто-то не знает, скажу сразу, как к Барсу, я имею в виду по буквам, никакого отношения нет. Другой вопрос, что к Барсу вообще, здесь, конечно же, отношения есть, но по ходу репортажа, я думаю, мы об этом обязательно поговорим. Для вас этот матч будет комментировать Сергей Курицын, ну и что называется, поехали. Изменения в составе Ярославского локомотива сегодня очень и очень существенные, но все вы прекрасно знаете, дорогие друзья, что это вынужденный ход Петра Ильича Воробьева. Дело в том, что в железнодорожном ростре очень много сборников, и все они разъехались, ну те, кто должны были разъехаться, разъехались по разным командам. Ну и давайте знакомиться с теми, кто сегодня в заявке у Петра Ильича Воробьева в локомотиве, ну и, соответственно, с заявкой гостей. Ну а потом, если позвольте, расскажу, кто обслуживает сегодняшний матч. Алексей Кручинин с первым неплохим бросочком из средней зоны, правда, шайба до вратаря не дошла. Итак, в воротах у локомотива сегодня Никита Ложкин, 66-й номер. Первая пятерка выглядит сегодня следующим образом. Вернулся после достаточно серьезного перерыва в состав Даниил Романцев под 89-м он номером, если кто забыл этого габаритного центрального нападающего. Ну и по краям 80-й Дмитрий Мальцев и 61-й Максим Жузякин, капитан команды. Пара защитников Егор Мартенов, пятый номер, и Артур Амиров, 97-й. Вторая тройка нападения выглядит следующим образом. Ребят, только что были на льду. Алексей Кручин, 50-й, в центре Даниил Ирдаков, 95-й, и Рафаэль Ахметов, 12-й номер. Здесь пара обороняющихся Виталий Зотов, 78-й, и Павел Лукин, 47-й. Так выглядит пятерка целиком. Третье звено атаки Кирилл Капустин в центре. Вместе с ним по краям Тимофей Танкеев, 22-й, и Олег Яшин, 91-й, у Капустина 71-й номер. Сейчас эти ребята как раз пытались зацепиться за шайбу в чужой зоне, но не вышло. Здесь пара защитников. Максим Осипов, 84-й, и Ян Красовский, 70-й номер. Ну и четвертое звено атаки Владислав Воробьев, 33-й, 77-й, Магомед Гимбатов и 40-й Алексей Шубин. Вместе с ними еще два нападающих. По крайней мере, так официально выглядит протокол. Андрей Грушин, 19-й, Иван Краснов, 64-й. Сегодня Петр Ильич Воробьев играет в три пары защитников. Ну и, собственно говоря, как вы сами понимаете, нет Даниила Апалькова, нет Эмиля Галимова, нет Владислава Картаева. Все эти ребята в Новогорске, в молодежной сборной. Нет Егора Яковлева. Он уехал также в сборную России. Второй вариант, второго состава. Эта команда сыграет в Словении. Завтра и до 17-го числа. Этакий Евро-челлендж, как его можно назвать. Ну и Кирилла Воронина. Также нет сегодня. Этот нападающий вызван в сборную НХЛ. Ред Старс Джуниорс. Он вместе с Александром Лебедевым будет выступать в Дании на турнире трех наций. Там датчане и французы будут соперники у этой команды. Вот такие вот изменения. Еще раз повторюсь, они вынуждены. Ну и посмотрим, как проявят себя ребята, которые еще не понюхали порохом высшей хоккейной лиги, которые еще не выступали в этой лиге, которых не было на матчах в понедельник. Теперь к составу наших гостей. Ариада Акпарс. Номер 30-й в воротах Даниил Искра. Первая тройка нападения. 28-й Андрей Ложкин, 77-й Андрей Царев и 79-й Михаил Клинчук. Пара защитников. 89-й номер Евгений Банцарев и 19-й номер Иван Коренков. Вторая пятерка команды Ильнура Гизатулина выглядит следующим образом. В центре Андрей Алексеев, 8-й номер, 29-й Марат Валиулин и 44-й Аслан Раисов. Уроженец города Грозный. Воспитанник хоккейной школы Акбарс, некогда привлекавшийся в молодежную сборную России. Ну и на данный момент являющийся лучшим бомбардиром команды из города Волск. Как не последить лишний раз за этим парнем. Третья тройка атаки Артур Сарваров, 85-й, Денис Фохрудинов, 71-й и 9-й номер Айдар Шигапов, капитан Арьяды. Пара защитников. Александр Богданов, 11-й и Максим Сергеев, 4-й. Ильнур Гизатуллин также играет в три пары защитников. Ну и, соответственно, остается у нас одна тройка нападения. Айрат Зиазов, 69-й, Сергей Зачупейко, 10-й и Андрей Писарев, 15-й. Абсолютно никаких изменений у команды из Волска не произошло по сравнению с прошлым матчем. На секундочку замолкаю бросок Кручинина, но здесь не сумел Леша подстроиться под шайбу. Ну и, в общем-то, времени не было. И такая первая серьезная порция аплодисментов с трибун на арене 2000. Окидываю взглядом и вновь простраиваюсь. Здесь нет сегодня аншлага, по крайней мере, пока. Хочется, конечно же, все списать на пробке на московском. Но, вы знаете, дорогие друзья, это будет такая, наверное, отмазка. Сюда включаем и спекулянтов, естественно, да, которые продолжают перепродавать билеты. Как с этим бороться пока непонятно. Ну и какие-то другие причины. Жаль, жаль. Очень жаль. Будем надеяться, что по ходу первого периода болельщики еще подтянутся. У нас первое удаление в сегодняшнем матче. Ну и удаляется Айдар Шигапов, девятый номер, капитан команды за удар соперника по рукам. Вот такой вот штраф выписывает главный арбитр сегодняшнего матча Максим Манин. Как раз хорошая возможность представить трио представителей Фемиды. Два лайнсмена сегодня из Пензы. Олег Михеев и Михаил Тюленев. Ну а Манин представляет столицу. На реализацию большинства вышла тройка Кирилла Капустина. Тимофей Танкеев и Олег Яшин. Артур Амиров и Егор Мартынов. Пара защитников. Что касается большинства, то не очень, скажем так, ладилось. В первой встрече в понедельник у Локомотива с этим компонентом на этот момент обратил внимание на послематчевой пресс-конференции Петр Ильич Воробьев. Здесь имелся в виду отрезок матча, когда в конце второго периода ярославцы уже ведя 2-0 имели возможность укрепить свои лидерские позиции. Но, как сказал Петр Ильич, где-то задергались, занервничали и прощали во многом альмитевских хоккеистов. Но, в общем-то, если вспоминать, опять же, до конца большинство в том поединке, то однажды все-таки удалось реализовать лишнего. 4 минуты за кровь Эмили Галимова. Ну и наказание от Даниила Ердакова. Даниила Романцев, как я уже сказал, восстановившись после травмы плеча, сегодня на раскатке произошла еще одна неприятная ситуация. Насколько мне удалось узнать, Даниилу сломали нос. И стоял серьезный вопрос о том, примет он участие в сегодняшнем матче или нет. Но, как видим, Романцев появился и сейчас возглавляет свою тройку, первую тройку, которая вышла на реализацию большинства. Но видите, что он играет в маске. Если сейчас крупный режиссер нашей трансляции Александр Чернопятов покажет Романцева, всем все прекрасно будет видно. Ну и вот обратил я внимание, по ходу начала первого периода, когда ознакомил вас с составами, то, что Романцев не вставал на вбрасывание. Ну да посмотрим. Удается сейчас выиграть шайбу Павла Лукина Александру Богданову. Защитник устремился на рандеву с Никитой Ложкиным. Но наш голкипер был проворнее и эту потенциальную угрозу, в общем-то, отвел Рафаэль Ахметов. Неплохая задумалась передача на Ердакова, но он, Данила, здесь накрыли вдвоем. И принять шайбу элементарно не получилось. Отбрасывается сейчас Ариада. И на смену торопятся хоккеисты команды Эльмур Гизатулина. Ну а ярославцы скорее-скорее забросить шайбу подальше, поближе к искре. Ну и там уже расположиться территориально не выходит. С хорошим настроением Ариада приехала в Ярославль. Все дело в том, что у этой команды на данный момент, пятиматчевая победная серия, которая началась еще в ноябре. В Питере 30-го Ариада дома обыграла Зауралия, потом по булитам обыграла одного из лидеров чемпионата, ну и действующего чемпиона Тюменский Рубин. Ну а дальше начался выезд, который сейчас складывается, ну если не на 5 с плюсом, то на 5 точно. В Питере обыграли волжане ВМФ, затем Титан, ну и хоккейный клуб Саров. Последний матч в понедельник со счетом 3-2. Интересный календарь очень у Ариады. В этом чемпионате строго по 3 матча играли. 3 матча дома, 3 матча в гостях. Но вот только сейчас такая закономерность нарушилась. Четвертую встречу подряд на чужой площадке Акпарс проводит. Смена утих и других. Ложкин. Андрей Ложкин центр форвард первого звена. Ну вот вообще могло сегодня на площадке быть трое Ложкиных. Наш Никита. Андрей вот Ложкин, который играет. И есть у Ариады Алексей Ложкин. Но он травмирован. Это защитник. Такой полный комплект мог бы быть по амплуам. Однако вот только двое друг против друга Ложкины будут сражаться. Ну и обращаю ваше внимание на 77-го номера. Вот он как раз пытался поехать попрессинговать. Ариады Андрей Царев. Самый возрастной хоккеист. Нападающий 77-го года рождения. Становился чемпионом России еще в 98-м году с казанским Акбарсом. Ну и опытнейший нападающий. Поиграл за нефтехимик, за Толякинскую ладу. Он в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды. Ну и остался на этот сезон. Мальцев. Дима погабаритней, чем Евгений Нестеров. Но по позиции здесь защитник явно не проиграл. Горостовцы, впрочем, расположились удачно в зоне. Но тут же ошибка и шайба потеряна. Аслан Раисов на партнера. Валиулин это был. Не прошла передача. Мальцев без положения вне игры. Дима вошел в зону. Романцев. Максим Звязякин здесь и не пытается поехать на пятачок. В общем-то ему с его габаритами там, наверное, и делать нечего. Учитывая, кто он тут рядом находится. И Сергеев. С антропометрическими данными хорошими. Ну и его партнер. У нас небольшая реклама. Буквально 10 секунд после нее продолжим. Ночной бар Сайгон. Вьетнамская и европейская кухни. Работаем до пяти утра. Телефон 44 05 46. Московский проспект 90. Экватор первого периода у нас позади. Пошла 11 минута. И что здесь? Алексей Кручинин зарабатывает штрафной бросок. Прежде всего обращаем ваше внимание, как вытащил эту шайбу Искра. Вратарь уже лежал на боку, но умудрился поднять щиток. Давайте еще раз смотреть. Вот момент. Буквально. Ну действительно, спас свою команду от стопроцентной шайбы, но в ворота Арьады Акбарс назначается штрафной бросок. И будет исполнять его Алексей Кручинин. Нападающий, который буквально успел себя влюбить уже многих болельщиков. Сыгра всего лишь два матча за нашу команду против «Мамонтов Югры» и против «Нефтяника». Три раз забил уже. И какой бросочек этого парня, но молчу. А здесь, к сожалению, выход один на один у Алексея. Ну не получился, да? Может быть, чуть-чуть перенервничал. О чем-то они переговорили с судьей в центральном круге вбрасывания. Ну и Искра второй раз нейтрализовал Кручинина. О чем хочется сказать сейчас. О том, о чем я говорю достаточно часто, если это интересно. Вот о чем. Дело все в том, что первый период у команды из Волска обычно удается на ура. Третий общий показатель высшей хоккейной лиги, что называется, начинают мощно. Представители хоккея из республики Мариэл. Но затем, правда, по ходу матча сбавляют обороты. Но он во многом свои поединки выигрывает из-за того, что он хороший первый период проводит. Ну давайте посмотрим, что будет дальше. Локомотив был на йоту. Буквально близок к тому, чтобы открыть счет в сегодняшнем матче. Но два супермомента Алексея Кручинина. Я думаю, вы со мной согласитесь, что булит можно назвать супермоментом. К сожалению, остались нереализованными. Кручинин тут еще и клюшку потерял в столкновении. Слегка пострадал. Тут сел на лавочку отдыхать. Но вот герой последних минут. Не хочу сказать, что герой отрицательный. Ни в коем образе не повезло. Чуть-чуть Леш Кручинину больше, чем уверен, что он свое еще возьмет. Свое слово скажет. Шубин, Воробьев и Гимбатов. Вот эта тройка сейчас на льду у ярославцев находится. Ну а состав у ряда смешанный. Гимбатов бросок, но все читалось. Выкатился искра из ворот подальше, чем есть граница вратарской зоны. И совершенно спокойно забрал этот выстрел. Магомед Гимбатов на ваших экранах. В прошлом матче был заявлен 13-м нападающим. Но когда Петр Ильич Воробьев, Кирилл Воронин, снял с игры, Гимбатов выходил. Потом пришлось выходить и тем, и другим. Когда Эмиль Галимов ушел в раздевалку на зашивание переносицы. К счастью, все обошлось. Ну и Галимов вот как раз после того, как вернулся в расположение сборной, дал интервью, сказал о том, что все зашили, все нормально. Но сейчас старается в зеркало не смотреть. Врачи говорят, что в ближайшие пару дней, возможно, не будет ничего видеть этим глазом, ибо гематома прогнозируется. Ну а к молодежному чемпионату мира обязательно постарается подойти со стопроцентной готовностью. Вышла шайба из зоны. Сергеев как-то разгильдяйски ее принимал. Ну и вот Галимов, конечно же, постарается поехать в Северную Америку. Про что я сейчас говорю. Дело все в том, что в Новогорске тренируется 28 хоккеистов, а на чемпионат мира поедет только 20. Ну и, конечно, очень хотелось бы, чтобы наши ребята поехали защищать цвета сборной России, отстаивать звание чемпионов мира. С другой стороны, есть вторая сторона медали. Да, эти ребята могли бы помочь Локомотиву в зарабатывании очков высшей хоккейной лиги. Красовский выбрасывает Ян Шайбу. Здесь, главное, не рисковать лишний раз. Вторая тройка нападения в аряда на льду. Звено Андрея Алексеева. Вновь Ян Красовский. Тимофею Танкееву можно чуть-чуть понастойчиво играть. Поближе двигаться к партнеру. Яшин против Валиулина. И попытался сейчас Марат Валиулин закрутить с неудобной. До броска дело не дошло. Вот здесь уже доходит. Александр Богданов неплохо разрядил свою пушку. И совершенно спокойно. Да, Тимофей Танкеев разряжает обстановку. Вот как раз что касается этих бросков защитников. Их сегодня будет много, я уверен. Все дело в том, что у аряды Акбарс очень неплохие защитники-снайперы. Но про Алексея Ложкина я уже сказал. Его нет. Вот Иван Коренков занимает 13-е место в лиге. Забросит уже 5 шайб и сделав 4 результативных передачи. Может быть в какой-то момент и придется ложиться. Вот он как раз Коренков шайбой. 19-й номер. И так поэтапно шайба почти дошла до Ложкина. Но угрозу удалось отвести. Мальцев красавец продавил пару ловских защитников. И едва-едва не был на шайбе первый. Звезякин будет положением не играет. Шагапу необходимо выходить из нашей зоны. 15-я минута первого периода. По-прежнему счет не открыт. 0-0. И проброса здесь не будет играть. Кручинин. Удаление. Сейчас последует и вновь в составе наших гостей. Ахметов упал. Но это не тот момент. Чуть раньше произошла подножка. И совершенно без разговоров отправляется отдыхать Денис Кузьмин. Еще один защитник. Это такой двойной плюс будем называть. Дело все в том, что сейчас в любом случае в пять защитников какое-то время придется команде Эльнурги Затулина играть. Денис Кузьмин. Номер 41. Команда Ариана Акбас. С меньшинством, кстати, у Ариады, так как все на среднем уровне, даже может быть чуть ниже среднего. Нейтрализация 82%. Но чуть ниже среднего, я здесь говорю, по расположению команд в сводной таблице. С этим показателем Яшин заряжает, продвинувшись фактически до середины зоны. 180 попыток было у соперника. 32 шайбы соперники Ариаде уже забросили. Мартынов на Яшина. Ну, здесь все читается. Да, мы только что-то проходили, буквально 10-15 секунд назад. Наверняка Яшины сразу же будут блокировать, даже если Олег пойдет на бросок. Мартынов. Нужно что-нибудь хитренькое постараться сделать. Ну, и Яшин решил повторить. Фактически выше шайбы просвистела и заставил своих партнеров одних поехать меняться, других подбирать шайбу в зоне Никиты Ложкина. Кирилл Капустин уже чувствуется, что поднаелись и наши. Видели он, как вытирал лицо. Ну, здесь все понятно. Вот, по мнению многих людей, кто следит пристально за высшей хоккейной лиги, Ариада Акпарс – одна из самых быстрых команд. И вполне возможно, что сегодня придется побегать побольше. А сейчас у нас еще одна реклама, еще на 10 секунд проявляемся. Ночной бар Сайгон. Вьетнамская и европейская кухни. Работаем до 5 утра. Телефон 44-05-46, Московский проспект 90. Продолжается у нас розыгрыш большинства локомотивам. Попытка реализации еще 10 секунд на все про все у железнодорожников. Но, судя по всему, и эта попытка удачно сыграть 5 на 4 успехом не увенчается. Да, абсолютно верно. Кузьмин на свободе и тут же на скамеечку. Но Романцев здесь пытается так. Данил притаится на чужой синий. Перегут его. И вот, посмотрите, не принял шайбу. Неудачная передача. И пробрасываются ярославцы. В турнирной таблице дивизиона «Запад». Ариада Акбарс на данный момент занимает 6-7 место. Разделяя эту позицию столетинской «Лады». Но у команды «Гизатулина» 33 матча. У «Лады» 31. И равный процент набранных очков 49,5. Ну, в цифрах это 49 очков. Но, как вы знаете, про проценты мы теперь будем говорить постоянно. Потому что очки ярославского «Локомотива» будут измеряться исключительно в процентах. И вот по этому показателю ярославцы, конечно же, постараются завоевать место в плей-офф высшей хоккейной лиги. Если сейчас взглянуть на турнирную таблицу, впереди «Донбасс» и «Нефтяник». Это понятно. За ним места забронированы. Ну, а третий идет как раз «Железнодорожный клуб». Имея в своем активе пока 100% набранных очков по итогам игры. В понедельник. Вы все прекрасно это знаете лучше меня. Побрасывание в средней зоне. Воробьев на точке. Владислав Воробьев и его партнеры очень неплохо сыграли в минувшие выходные в Казани, где бодались с местными «Барсами». Проиграли, правда, оба раза наши ребята. Подопечный Игорь Горбенко по булитам, но проиграли достойно. 3-3 в первом матче и 4-3 в итоге. Штрафные броски. Ни одного, правда, броска за два дня после матча его не реализовали наши ребята. Но второй матч зато какой был. 5-2 уступали и достали игру. Перевели ее в овертайм. Воробьев там, если я все правильно помню, забивал. Бросок от синей линии. Евгений Бансарев его наносил. 89-й номер, защитник первой пятерки. Никита Ложкин все контролировал. Очень интересный парень этот самый Бансарев. Все дело в том, что он является один из самых злостных штрафников высшей хоккейной лиги. И в сводной таблице топ-30 лидеров по этому показателю занимает седьмое место. Набирает в среднем за игру 2 минуты и 12 секунд. Сегодня он просто обязан, чтобы не портить свою статистику, удалиться. Ну, конечно же, я здесь немного иронизирую. Но посмотрим, поедет ли этот габаритный парень 88-го года рождения сегодня в штрафбокс. Пока два раза там побывали гости, и безрезультатно эти поездки завершились для Ярославского локомотива. Яшин на Капустина. Тут же в касании передачи назад. И Олег вновь бросает. Позиция была невыгодная. А вот сейчас было сделано все шикарно. Танкеев попросил, Капустин его услышал. Но Тимофей как-то загубил этот момент. Не был готов к приему шайбы. Тимофей Танкеев крупно на ваших экранах. Только что был порция аплодисментов, да, оно и понятно. Но, ребят, транжирить моменты все-таки не надо. Особенно вот такие. Вспоминаем, что по ходу первого периода, может быть, кто-то хозчик к нам подключился. Был булит. Назначен в ворота Даниил Искры. Но Алексей Кручинин его также не забил. Ну и нарвались. На третье удаление. Хоккеисты из города Волжск. И вновь под ножком. И 56 секунд есть в этом периоде у Ярославского локомотива, чтобы наконец-то воплотить все свои задумки, мысли и творчество в гол. Михаил Климчук, 79-й номер, вновь подводит свою команду. Говорю вновь, потому что это третья уже попытка локомотива. И, соответственно, третье меньшинство ряды. Ну а процент у Ярославцев катастрофически тает. Промахнулся сейчас по шайбе Егор Мартенов. И фактически получаем выход. Ну, фактически неприятный. Один на один его назвать не возьмусь. А вот здесь Ложкин вытаскивает. Ох, какой момент. Ребятки пособраннее и повнимательнее. Зевали очень много моментов в матче с Альметьевском. И в большинстве в том числе. Вот Мартынов пувлек с атакой промазал по шайбе, да. Побежали в обратную сторону. Кисти ряды едва-едва здесь не наработали на гол. Заканчивается у нас первый период. Пять секунд остается. И, может быть, здесь уже не надо торопиться. Да, сейчас последуют какие-то слова от Петра Ильича Воробьева. Естественно, есть что подправлять. Есть о чем говорить. Есть за что ругать. Я больше чем уверен. В общем и целом, по моментам, по ситуации на льду, наверное, можно выделить преимущество Локомотива. Но, с другой стороны, моменты моментами, голов-то пока нет. Давайте отдохнем, дорогие друзья. 0-0 у нас на табло. Небольшой перерыв. Но затем на телеканале НТМ прямая трансляция продолжится. Второй период матча высшей хоккейной лиги. Локомотив Ярославль, Ариада, Акпарс, город Волжск.